ДАВНЫМ ДАВНО ДРАКОНЫ ВСЕГДА СЕСТРЕНКА Эту игру, ребята, я давно хотел пройти на андроиде, сделать в неё обзор, но так как она вышла на ПК, будем играть на компьютере в неё. Какой-то, короче, чувачок украл сестрёнку у нашего героя, я так понимаю, да и к тому же лодку уничтожил, но мы всё-таки выжили, и у нас какая-то отметина появилась, это ещё что такое, кто это такой прилетел к нам? Ангелочек, что ли? Ангелочек, что ли? Оу, Филингард Слава сухому корму, ты жив, я смури, твой дух-хранитель. Ну я так и знал, что это наш ангел-спаситель. Послушай, драконы вернулись, нам надо потрапливаться в город. Все вопросы потом. Вот так ты будешь бегать. Понятно. Ага, вот это город. Все сюда, приближается чудовище. Вот так ты будешь атаковать врагов. Это и есть чудовище? Красный круг означает радиус атаки противника. Нажми кнопку, чтобы откатиться от атаки. Спейс, значит, понятно. Ага, вот так это всё работает. Давайте-ка вот этого чувачка заколбасим. А город у нас называется Мургород. В городах можно подремать, чтобы залечить раны. Попробуй. С удовольствием. Ну, правда, урона мне не нанесли, но поспать всё равно не помешает. Кнопочка Е. Опа, прям там, где упал, там и уснул. Игра сохранена. Это ещё к тому же и сохраняет. А ты не из болтливых, да? Сильный и спокойный. Отличное сочетание. Успокойся, я помогу тебе вернуть сестрёнку. Для начала нам надо выяснить, что означает метка у тебя на лбу. Пошли, нам надо найти мага. Ну, метка, по-моему, не на лбу всё-таки была, а где-то на затылке. Но, тем не менее, нам нужно идти к магу. Поэтому... Так, а что здесь? Тут теперь монстры кругом, мяу. Конец света не за горами, точно тебе говорю. Не волнуйся, я вас спасу. Берегись лесов, кто знает, что скрывается под их сводами. Понятно, надо оббежать, значит. А вот и маг у нас здесь стоит. Маг замещает метку на вашей голове. У сам своим не верю, это же знак довокотов. Тех самых победителей драконов? Но они же исчезли давным-давно. Но это хорошо, эта метка означает, что тебе доступна магия. Пошли со мной. Я только за. Это же волшебный храм. А я научу тебя полезному заклинанию. Слушай внимательно. Ты изучил заклинание Огнемур. Вот это хорошо. Она обжигает врагов и снижает их защиты. Вот так ты будешь применять заклинание. Кнопочка 1. Или зажми правую кнопку мыши, чтобы открыть меню магии. Все, мне в принципе понятно. Купить. Золото делает тебя сильнее. Повысить навык Огнемур за 100 золотых. Не хватает золота, извини. Ну, понятное дело, у меня 53 голды всего. А магий здесь будет немало, ребята. Так, навыки Огнемур. И никакой брони у меня пока нету. Давай испробуем выученные заклинания на том чудовище. Ага, вот на них. Ну-ка. Ах, оно вокруг меня действует. Ладно. Шиш тебе. Так, отлично. С одним разобрались. Оп, мимо. Вот так вот. Ну, как-то наносит урона оно, если честно, не очень много. В других храмах тебя смогут научить новым заклинаниям. И мы с вами получаем уровень 2. Задание выполнено. А, что это? Мррр, это ритуальный круг? О, ёлку. Дракон. Смотри, все горожане застыли в ужасе. Мы должны им помочь. Заклинания расходуют манну. Видишь этот лиловый индикатор? Атакуй противников, чтобы восполнить манну. Так, надо почаще от него увиливать. Он, смотрю, магию какую-то там применяет. Гад, вот привязался. А ну-ка. Ха-ха. Черт, задел меня все-таки. Опа, мимо. Слушайте, ну он хотя бы ватный. Мы его победили. Победили. Шикарно. Ты и правда победил дракона? Может ты и правду, довокот? Пошли, нужно убедиться, что все горожане в порядке. Дрожит. Этот котенок правда убил дракона? Этот знак, это же родовой знак довокотов. Все поупрыгивались из домов. Мы спасены. Довокот вернулся. А это еще кто такой? Клянусь своими усами. Это же король Леопольд, добрейший и храбрейший. Возвращайтесь по домам, все вы. Ничего себе добренький. Католица город называется. Слушайте, ну это же Лев, по-моему. Эээ, что это случилось с королем? Замурчательно у тебя получилось с этим драконом, мистер довокот. Задание выполнено и мы получаем с вами третий уровень. Быстро растем, однако. Так получается, этот белый кот похитил твою сестру, а ты оказался довокотом. Совпадение? Не думаю. Давай взглянем на католичную доску заданий. А где? А, вот оно. Драконы вернулись. Держитесь подальше от грота, мяу. Драконы, хвост даю на отсечение, за всем этим стоит белый кот. Давай проверим, что творится в гроте. Не забывай дремать, кстати, при этом еще можно сохранить игру. Я уже понял. Давайте кимарнем на дорожку и отправимся с вами в грот. А здесь, кстати, доска есть, смотрите. Королевский маг. Уровень задания 2. Принять или отложить? А я вот и не знаю, что делать. Ну, давайте, наверное, откажемся пока. У нас как бы основное задание есть. Ага, вот и грот у нас. Если внутри обнаружатся чудовища, мы их закоктим, да? Некоторые враги атакуют гораздо быстрее. С такими врагами стоит использовать дальнобойные заклинания. А у меня нет дальнобойных заклинаний. Грот, сражайся с чудовищами. Слушайте, ну, игруля довольно неплохо сделана. Такое мультяшное оформление мне, в принципе, очень нравится. И вот у нас монстрики дудкие. Хе-хе-хе. Ладно, будем смотреть, что нас тут ожидает дальше. Ух ты, сундучок. Что нам в нем выпадет? Какой-то шлем. Шлем рыцаря. Поместить в предметы. Ну, конечно. Давайте-ка посмотрим, что он из себя представляет. Оу. Так я его и оставлю тогда. Хоть какая-то будет у меня броня защита. Ать-ать, мимо. Шикарно получается. Так, а там уже какой-то новый монстрик у нас летает. Таких еще не было. Ать, до сундучка мне не добраться. Придется, видимо, отбегать. Ага, вот и дракончик какой-то маленький. Оп-оп. Быстренько мы его нахлобучиваем. Ни белого кота, ни твоей сестры не видать. Давай уносить лапы. Да погоди ты, уносить лапы. Там вон сундук лежит. Дай мне его посмотреть. Вдруг в нем что-нибудь полезное. Открываем. Меч. Меч рыцаря. Первого уровня. Я его тоже буду одевать, естественно. Ага. Все понятно. Навыки, это значит у нас магия. А обмунирование, это наша броня и оружие. Все, давайте выходить тогда. Быть не может. Это тот самый белый кот, скорее за ним. Ага, вон он стоит, смотрите, ребята. Опа. Как такой шкет мог победить моего дракона? Неважно, я просто тебя уничтожу. Сейчас же. Здравствуйте, приехали. Игра только началась, а я уже с главным боссом тут сталкиваюсь. Ну, он какой-то здесь ватный. Хе-хе. И источник твоей силы явно кроется в этой метке. Как интересно. Кто ты такой и зачем похитил сестру моего друга? Простые смертные могут назвать меня Дракот. Мухаха. Если ты хочешь снова увидеть свою сестру, следуй за мной. Эээ, куда следовать-то за тобой? Не понял я. Ага, вот ты где. Я позаботился о том, чтобы всякие подзаборные коты меня даже не заметили. Они не достойны. Мухаха. Видишь, даже верховный король спрятался соя в дворце. И дрожит в ужасе от моей силы. Ага, значит он тут всех запугал. Ясно. Я ничего не могу сделать, даже киморнуть не могу. А эти постоянные задания от городских котов? Они понятия не имеют, что все их проблемы из-за моей силы. Мухаха. А ты такой же бесполезный неудачник, как и все остальные горожане. Они каждый день умоляют героев помочь им на этих досках заданий. Куда он все время бежит, а? Куда-то меня заводит, наверное. Ну-ка, что ты скажешь на это? Ну я верю, что ты не такой, как они. И все дальше и дальше уходит. Кота озеро. И чтобы это доказать, я сыграю с тобой в одну игру. Стань сильнее. Докажи, что ты не такой, как подзаборный кот, а способен на большее. Победи призванных вновь драконов, и тогда я отпущу твою сестру. Боги, дракон, ты самый банальный злодей, какого я видел. Хе-хе. Таких ненавидеть гораздо проще, правда? Ох, Катан, и как только твоя сестра угодила к нему в лапы. Ну что ж, теперь остается показать дракоту, где мыши зимуют. Ну давай покажем. Задание выполнено, и мы получаем с вами четвертый уровень. Прежде чем мы отправимся в погоню, давай убедимся, что у тебя все в порядке с экипировкой. Вот сюда нам нужно. Мастер Кошалатка, сколько лет, сколько зим? Смури, говорила же, зови меня просто Коша. Вам, Катаны, нужно оружие и броня? Заходите. Ну давай зайдем. Кузница Кошалатки. Поройтесь в моем судаке, там найдется все, что надо. Ну, с удовольствием пороюсь. Пятьдесят золотых, ничего себе порыться, а тут пять тысяч. Хе-хе. Хочешь испытать свою удачу? За пятьдесят золотых ты можешь попробовать открыть сундук. Конечно же я буду пробовать. Дайте что-нибудь только путевое. Это что такое? Кольчужный доспех. Даже так. Хорошо, давайте одевать его. У нас доспехов еще нету. Теперь будет. Так, ну что, этот нам не открыть? Эй, ты экипировку купить не забудь. Так я же уже вроде купил, или еще можно взять? Ну давай еще потратим. Да, я хочу испытать свою удачу за пятьдесят золотых. Что на этот раз ты мне подсудишь? Шлем. Плащ ниндзя даже. Я думал это шлем. Так, плащ. И что он дает-то? Какие? Плюс четыре катаки что ли получается, да? Ну, минус шесть. Не пойму маленько. Ладно, ребят, потом мы попробуем это примерить. А сейчас пока так пойдем. Чудненько! Давай отправимся на дозорную вышку. Они наверняка скажут нам, куда летели драконы. На дозорную вышку. Помощь кузнецу. Задание пятого уровня. А я пока четвертый. Рано мне еще, видимо, брать его. А здесь, по-моему, нам давали на второй уровень, если я не ошибаюсь, заданица, да? Королевский маг. Давайте согласимся. Короля прокляли. Отправляйтесь со своей спасательной миссией в волшебный храм прямо сейчас. Нам надо идти. Королю нужна наша помощь. И у нас первое задание, ребята, королевский маг. Мы пришли сюда, чтобы спасти короля. Наконец-то нашелся отважный кот. Прежде всего нам надо найти верховного Мауга. Он в курсе происходящего, но он внезапно исчез. Как нам его найти? Мы сотворили заклинание, чтобы найти верховного Мауга по его магической энергии. Но каждый раз нам показывают разные места. Я отмечу тебе все на карте. Может, тебе удастся разобраться? Дополнительное задание, да? Королевский маг. Хорошо, ладно. Нам указывают, я так понимаю, места, в которых нам нужно побывать. Поэтому не будем долго тут рассусоливаться. Девочка какая-то прыгает здесь. От этой фляги исходит магическая энергия. Хм, давай проверим остальные отмеченные места. Монетку-то я заберу. О, тут еще вот, смотрите что. Статуя, смотри. Тут какая-то странная надпись. Давным-давно мы служили великим древним. Они создали этот мир, и мы чтили их как богов. Интересно, а еще такие есть? А смысл мне от них, да, ребят? Восьмой уровень? Нет, мы туда не пойдем. Смысл мне от этих обелисков? Ну, прочитал надписи, что ничего толкового не дали. Так, а где у нас? Ага, вот отметина. Нам нужно сюда. Что-то у вас тут слишком много как-то, я смотрю. Развелось лопушки. Хорошо, что они хоть ватные. Готов. Смотрите, тут ежики, белочки, циклопики. Какие-то летающие или летучие мышки. Не знаю, пока не понятно мне. Так, белочка, успокойся. Я свой. Получи тогда. Вы подобрали еще одну полузасыпанную флягу с магией. Хм, а Мауга все не видать. Осталось всего одно место. Это где? Туда куда-то? За Котоозером? Да, точно. Хорошо, давайте навестим это местечко. Не будем мы встревать в драку. Так, и еще одну флягу зелень мы подобрали. Где же все-таки верховный Мауг? Нам пора назад. Да что ж такое, я думал, что нам покажут где он. А оказывается не Шиша. Возвращаемся по всей видимости обратно к магу. Так, давайте этих обойдем, не будем встревать. Как говорится, тратить зря время. Ага, через город не пройти, нужно оббегать именно. Вот тебе и взял заданницы, да ребята? Хе-хе-хе. Так, игра сохранена, отлично. Ну что ты мне скажешь? Вы отдаете магу фляги. Это же энергия верховного Мауга. Но почему она во флягах? Мы в магии не особо разбираемся. Хм, нам нужен кто-то, кто расследует это исчезновение. А это на что? Вот это вам. Не забывайте следить за заданием на доске. Шляпа мага. Так я могу быть еще и магом? Задание выполнено, ребята. Но уровень пока еще не получили. Здорово, да? Мне дали задание найти этого мага. Я вроде бы все сделал. Ага. Вот что у нас тут можно делать. Отдалять карту. И карта здесь довольно приличная, я вам скажу. Кто это у нас там стоит? Какой-то дозорный, что ли? Ладно, сейчас мы узнаем это все хорошенько, когда подойдем поближе. Ага, приключенцы. Чем могу помочь? Кота, боже мой. Какие миленькие котятки. Мяу, не смей назвать нас миленькими. Ладно, да я видел дракона. Благородные доны. Давайте карту, я отмечу нужное место. Нажмите отдалить, чтобы увидеть карту. Ёлки-палки, это мне вот туда нужно бежать? Ну ничего не поделаешь, придется бежать. Жалко, что карта не двигается почему-то. Так было бы немножко попроще ориентироваться здесь. Помощь кузнецу. Это нужен пятый уровень, но мы пока четвертого. Сделаем это попозже, маленько. Через лес. Скоротаем себе, так сказать, путь. И пофиг мне, что там ёжики прыгают. Если что, накумарим. А здесь белочки у нас. Ё-моё. Придется бить. Так тихо, слишком много им. Иди сюда. Отлично. Минус одна белочка. Да куда ты там? Статуя. Смотри, тут какая-то надпись. Недолго продлились мирные годы правления Великих Древних. И вскоре в этот мир пришли драконы. Интересно, а еще есть такие? Бета-руины. Бета-руины. А тут у нас что? Тайны Востока. Одиннадцатый уровень. Волшебный храм. Ух ты. Пламяу и ваши враги обзаведутся хрустящей корочкой. Хе-хе-хе. Изучить навык Пламяу за 50 золотых? Конечно, ребята. Еще спрашивает нас, да? Вот так-то оно будет лучше. Уровень один. А значит, мы еще сможем с вами потом повышать уровень у нашей магии. Это очень хорошо. Я обожаю, когда можно все усиливать, развивать. Нет, не будем мы магию брать, да? Мы, наверное, с вами оставим все-таки шлем. Он мне как-то больше внушает доверие. Потому что магии у нас пока мало. К тому же, она не изучена. Слушайте, ребята, там офигенные драконы. Вы посмотрите. Может быть, мне туда еще рано идти, а? Как-то я немножко стремаюсь, если честно. К тому же, вы сами видите, здесь уже уровни заданий одиннадцатый, десятый. Нафиг. Давайте что-нибудь выберем с вами попроще. Готовые поля у нас здесь. Ага, видите, десятый уровень. Точно, мне еще рано. Давайте немножко раскачаемся. А потом уже рванем туда. Мясо, мясо, мясо. Восьмой уровень не пойдет. Слишком. И тут десятый. Да что ж такое-то. Темный лес. Причем под запретом для меня. О-о-о, это что за бандит тут у нас в лесу? Склад добычи. Пятый уровень. Вот сюда можно сходить. Так, ежики там. Здесь якобы летающие мышки. Ну, циклопики. Блин, задел все-таки, а? Ну, паршивец. Черт подери, да что ж такое, у ворот не срабатывает. На. Учите. И распишитесь. Готов. Так, монетки все мое. Золото здесь тоже очень нужно. Пригодится нам. И вот наконец-то мы получаем с вами пятый уровень. Как раз для этого задания у нас. Ежики в тумане. Оп. И мимо. Они, оказывается, просто прыгают. Вот и вся их магия. Да-да-да, конечно. Оп. И мимо. Я же все-таки отскакиваю от вас, ребятушки. Не так легко по мне попасть. О, я вижу там сундук. Так, вот здесь мы забираем все. Монетки. А вот эти вот синенькие сферы, это у нас экспо, опыт. Это кто такой? Успокойся. Готовченко. За него дают неплохо опыта, кстати. Опять белочки. А ну, а что это? Ага. То же самое, что сейчас только что была магия. Но я все равно их разберу. Успел, успел. Хорошо, что предприменением показывается вначале аура этой магии, а потом уже только срабатывает она. Три летающих мыши у нас, циклопики. И там охраняет сундучок. Я даже не знаю, кто это такой. Как его назвать-то? Козлик какой-то вел попал. Блин, у меня очень мало жизни, ребят. Я даже не знаю, может быть, стоит отсюда смыться. Хотя, может быть, добьем их все-таки. Тут будут, надеюсь, всякие лекарственные травы потом, чтобы я смог себе пополнять хп. И неудобно сделано, что вот так вот надо делать. Нажимать кнопку. Лучше бы он сразу бы, например, правой кнопкой мышки нажимаешь, и магия срабатывает. Так, остался последний. Тихо, тихо, не надо тут буянить. Причем он так часто ее делает. Успокоишься или нет, а? В конце-то концов. Готов. Очищено. Давайте вскрывать сундуки и смотреть, что здесь будет. Посох нам какой-то достается. Посох мага. Второго уровня, кстати, заметьте. А здесь... Топорик. Топор следопыта. Здорово. А здесь какой-то нужен ключ, оказывается. Похоже, чтобы открыть этот сундук, тебе понадобится ключ. Да я уже понял. Слушайте, а где же мне брать ключ от этого сундука? Может быть я рано начал это задание? Да, здесь все очищено, можно выбираться на поверхность. Так, топорик. Ух ты. Есть, конечно же, смысл, наверное, ставить топор. Плюс три. Все, отлично. Мы его так и оставим. И давайте выбираться наружу. Так, мне бы добежать до моей деревеньки, поспать маленько. Чтобы здоровье восстановить. Вот так, отлично. Ну что же, ребята, давайте тогда на этой ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, понравилась вам игра или нет. И стоит ли ее проходить дальше. Ну а на этом все. Всем пока. И до новых скорых видосиков. Удачи вам, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok